Последний певец Тихого Дона Вокруг него вертелось все, активность, и вот это он не давал заснуть никому. Я просто счастлив, что я был знаком с этим человеком. Последнее время он болел, он мне на смс различные афоризмы присылал и так далее. Я их все записывал, и они у меня есть. Известный на весь мир волгоградский писатель Евгений Кулькин, автор знаменитых трилогий «Прощенный век», «Хазарань», «Смертный грех», создатель единственной художественной трилогии о Сталине и первой в отечественной литературе, кто написал о разгроме хазарского каганата на Нижней Волге в IX веке. В свое время автору предлагали немалые деньги, чтобы это произведение не увидело свет, но продаться это не про Кулькина. Его сильный и справедливый характер настоящего казака знает вся Рудня, где он долгое время работал и создал литературный клуб для молодых авторов. Объединение это работает до сих пор. Продолжается дело начатое им от всего Руднянского района, от лица всех пишущих стихи и прозу. Хочу передать в этот скорбный день, в печальный день, когда провожаем в последний путь Евгения Александровича Кулькина, передать общее наше все соболезнование, низкий поклон и вечная благодарная память. Евгений Александрович не дожил несколько дней до своего юбилея. Ему могло исполниться 90. Долгое время он тяжело болел, уже практически ничего не видел. Все это время рядом неизменно была преданная муза и супруга Елизавета Иванникова. Когда-то юной девочкой она пришла к строгому редактору со своими первыми стихами. Евгений Александрович увидел ее и сказал «Это моя будущая жена». За этими словами последовали 44 года любви, дружбы, совместного творчества и поддержки. Евгений Александрович явил миру большое количество молодых начинающих поэтов и прозаиков. Он давал им не только возможность впервые быть напечатанными, он давал им ориентиры, куда двигаться. Я знаю очень много поклонников и даже несколько лет назад поклонники его творчества настаивали, чтобы присвоили имя Кулькина одной из библиотек в Дзержинском районе. Вот непосредственно как раз библиотека номер 11, Преспубликанская 6. Может быть, как бы эта идея теперь воплотится. Все книги, начиная с первого книги и до последней, оформлял ваш покорный слуга. И такая доверительность, когда тебе классик русской литературы доверяет оформлению своих книг, это ко многому обязывает. А так как мы еще и с ним на протяжении свыше 40 лет дружили, и он приходил в мою мастерскую как к себе домой. И откровенные беседы были о его жизни, обо всем. Настолько я все знал о нем, потому что он проник в мое творчество своим видением. Он очень трезво и оценивал все мои произведения, которые я писал. Мы с ним обсуждали их. И поэтому это был человек, с которым мне было очень комфортно. И наша настоящая мужская дружба была. В 1985 году Евгений Кулькин получил свой первый приз на международном конкурсе «Миллион долларов». Баснословные по тем временам деньги. Всех писатель потратил на поддержку молодых и начинающих авторов. Он всегда говорил, в России еще будут гении. Мы еще прочитаем великие произведения. Все это еще будет. Да будет так, Евгений Александрович. Коллектив телеканала выражает соболезнования семье и близким писателя. Желает силы, стойкости, чтобы пережить потерю. Анна Дребнева, Максим Мещеряков, Волгоград-1.